Доброго времени суток, уважаемые подписчики моего канала, это Андрей, канал Arduino и я, программирование микроконтроллеров. Чтобы лучше понять стиль и методы программирования Arduino, я решил дополнительно изучать C++. На данный момент я познакомился с созданием классов и объектов. Для закрепления своих знаний я попробую создать класс для аналогового датчика температуры TMP36. Датчик не приглянулся своими характеристиками, а именно диапазон от минус 40 до плюс 125 градусов Цельсия, напряжение на выходе в линейно-пропорциональной температуре. Датчик имеет калиброванный масштабный коэффициент зависимости выходного напряжения от температуры и дополнительной калибровки не требует. Так как датчик имеет аналоговый выход, то для измерения напряжения будем использовать АЦП микроконтроллера. Измерения будем проводить один раз в 2 миллисекунды, а получать результаты один раз в одну секунду. Давайте сейчас перечислим все переменные, которые я буду использовать для работы с данным термодатчиком. Переменные VALUA предназначены для хранения кодов АЦП. АВРАЧВАЛУА усредненное значение. Данное усредненное значение я буду получать один раз в секунду. Переменный TIME COUNT необходимо для подсчета количества измерений. После того, как произойдет определенное количество измерений, я взведу флаг готовности под названием FLAG READY. И данной переменной будет обозначен ПИН для подключения термодатчика. Также для обработки информации с данного датчика я буду использовать функции. Первая функция. Она будет назначать ПИН подключения датчика и количество измерений. Звучит void sendPinSensor. В качестве входных аргументов у него будет переменная ПИН и период. voidScanSensor. Это собственно измерение напряжения. И чтобы получить данные после обработки, я применяю функцию INGETDATE. Так как все эти переменные функции я буду использовать в классе, то переменные это называются свойствами класса, а функции это методы класса. Давайте теперь посмотрим скетч. Самое первое, что нужно сделать, это объявить класс. Пишется команда class, название, которое вы придумываете сами, и переписываются публичные переменные и приватные. После модификатора public записываем переменные, которые будут видны, и функции, которые можно будет вызвать из любого места программы. В данном случае это флаг готовности, функция для получения данных, функция для установки номера, канала и собственно получение измерений, или как можно назвать, сканировать датчик. После модификатора private записываются переменные, которые будут использованы только внутри класса, и для всей остальной программы они не видны. После того, как мы записали все вот эти переменные, определили, где будут публичные переменные, где приватные, нам необходимо приступить к описанию методов класса. Методы класса это у нас функции. Значит, самый первый метод класса, который я написал, это установка пина для подключения данного термодатчика. Обратите внимание, как она записывается. Void, TMP36, это название класса, обязательно ставится два, а двоеточие, и потом пишется название функции. Входящие аргументы просто перегружаются в закрытые переменные класса. Как видите, содержимое переменной pin перегружается в содержимое переменной нижнее подчеркивание pin. Нижнее подчеркивание пишется специально, чтобы определять, что данные переменные относятся к классу. Следующий метод это сканирование. Называется Void, TMP36, два двоеточия, ScanSensor. В данной функции перед каждым измерением увеличивается содержимое счетчика выбора усреднения. В переменную валуа записывается значение кода АЦП. После того, как количество измерений превысит значение, которое было указано вот здесь, содержимое счетчика обнуляется, содержимое переменной валуа делится на количество проведенных измерений, и все это перегружается в переменную avarage-валуа. То есть это у нас произойдет перегрузка среднего значения. И взводится флаг готовности. Еще один метод, который я написал, это int.tmp36, два двоеточия, getDate. Данная функция просто выводит значение переменной avarage-валуа. После того, как был объявлен класс, и описаны все его переменные и методы, необходимо создать объект класса TMP36. То есть пишем название класса и пишем название объекта. Так как я буду использовать два термодатчика, то я создаю два объекта класса TMP36. Первый объект будет sensor street, допустим термодатчик будет измерять температуру на улице. И второй объект это sensor home, это второй термодатчик, который будет измерять температуру в комнате. Хочу заметить, что объявление класса является логической абстракцией, которая задает новый тип объекта. Объявление же объекта создает физическую сущность объекта такого типа. То есть объект занимает память, а задание типа нет. Теперь давайте соберем схему с двумя термодатчиками. Схема будет состоять из платы Arduino Uno и двух термодатчиков типа TMP36. Датчики подсоединяются. Первый вывод к земле. Второй вывод подключается к аналоговым входам платы Arduino Uno. И третий вывод подключается к напряжению питания к 5 вольтам. Теперь возвращаемся к нашему скетчу. Необходимо указать две переменные типа размера float под названием temp-street, то есть температура на улице, и temp-home, это температура в доме. Провести инициализацию платы Arduino. Так как информацию я буду выводить в компьютер, используя монитор порта, записываем команду serial begin и указываем скорость. Также использую библиотеку ms-timer2. Это для того, чтобы программа работала с прерываниями. Прерывания будут каждые 2 миллисекунды. И вот обратите внимание, как записывается следующая команда. SensorStreet. SensorStreet это у нас объект. И потом мы записываем функцию setpinSensor. Указываем номер вывода, к которому подключен первый термодатчик. И количество необходимых измерений. Так же само поступаем и со вторым. SensorHome, setpinSensor. Указываем вывод второй, к которому будет подключен второй термодатчик. И указываем количество измерений. Каждые 2 миллисекунды я поочередно буду опрашивать данные термодатчики. То есть поочередно будет происходить измерение напряжения. То есть один раз я опрашиваю сенсор температуры, который в комнате будет стоять. Объект SensorHome. В следующий раз буду опрашивать термодатчик, который на улице будет стоять. Это объект SensorStreet. И в теле основной программы я буду постоянно опрашивать флаги готовности. Если будет заведен флаг готовности объекта SensorStreet, я согласно вот этой длинной формуле буду вычислять значение температуры. Как вычислить значение температуры с данного термодатчика? Необходимо считать код АЦП, вычислить напряжение на выходе датчика по такой вот формуле. Напряжение выхода равняется N умножено на URF и разделить на 1024, где U выхода это напряжение на выходе термодатчика, N это код АЦП, URF это напряжение источника опорного напряжения, для данной платы это будет 5 вольт, а 1024 это максимальное число градаций АЦП, то есть 10 разрядов. И именно для датчика TMP36 необходимо вычесть смещение. Смещение у него 0,5 вольта. После того нам надо разделить полученный результат на масштабный коэффициент. А теперь давайте мы перейдем к практическим испытаниям, подключим плату Ардуино и посмотрим как все это работает. Откомпилируем скетч. Компиляция прошла успешно, теперь данную программу загружаем в микроконтроллер. Итак, программа загрузилась, открываем монитор порта и смотрим на значение. Данный термодатчик у меня находится, вот, давайте начнем один согревать. Как видите, начала увеличиваться температура переменная TMPHOME. Давайте теперь согреем второй, под названием TMPSTREET. При составлении своей программы я пользовался информацией, которую я получил с сайта оборудования, технологии и разработки с раздела уроки Ардуино. Очень рекомендую вам данный сайт. На этом все. Кому стало интересно, подписывайтесь на мой канал. Видео понравилось, ставьте лайки. Видео не понравилось, ставьте дизлайки. Пишите комментарии. Это был Андрей. Пока-пока.